Сегодня мы с вами поговорим про 31 страницу трактата Мигела. Как я уже рассказывал, мы проходили немножко Мишну в конце предыдущей и начале этой страницы, что были установлены специально, какие именно отрывки будут читать в праздники и в особые дни, и также каких авторы. В отличие от обычных недель, в обычные субботы, то, что у нас есть авторы, здесь много из диспутов, и нередко есть различия между Сефардим и Ашкиноазим, или там особыми общинами, я уже об этом рассказывал, но вот что касается праздников и суббот особых, то здесь уже Мишна и Талмуд описывают, какие читать отрывки Торы и какие авторы. Мишна не описывает авторы, только описывает отрывки Торы, а уже Талмуд, Брайты какие-то приводят и авторы тоже. Но интересно, что некоторые вещи поменялись, как я уже рассказывал на предыдущем уроке, как мы сейчас увидим. Что касается Песаха, они конкретно выбрали 8 отрывков, которые здесь описаны, какие именно отрывки читать в праздник Песах каждый день. Ну и понятно, что это был не просто выбор каких-то 8 отрывков, которые говорят про Песах, а было все выбрано очень мудро, с множеством, видимо, разных намеков. Например, 2-й день Песаха – это как раз когда Омер приносили. Поэтому, видимо, выбрали именно во 2-й день Песаха читать тот отрывок, который из главы Эмор описывает Омер. Или, скажем, 7-й день Песаха читать отрывок про то, как мы прошли через море, которое разделилось, разделение моря, Криет, Ямсуф. Почему? Потому что считается, что именно в 7-й день Песаха все это произошло. И описываются заодно хавторы разные, которые выбрали, например, к 7-му дню Песаха, когда читают Бешалах, соответственно, хавторы выбрали тоже песня Давида. Потом описывается, что в Шавуот, в отличие от нашей Мишны, которая считает, что отрывок читают про сам праздник, у нас обычно, что в первый день Шавуота мы читаем, тут Брайта приводит 2 мнения, и мы говорим, что вне земли Израиля делаем наоборот, то есть оба мнения следуем, но в обратном порядке. То есть в первый день Шавуота читаем про дарование Торы, считается, что что-то произошло в Шавуот. А во второй день читаем отрывок Шива Шавуот из Порлах. То есть это отрывок из книги Дворим, да, во все концы праздников, я уже рассказывал, во все концы Регалим, мы читаем этот отрывок из главы Рея. А хавторы выбраны... Что интересно, вот раньше была Мишна, где раб Банан вообще запрещали брать хавтору из Мерковы, изначально и Хескера, мистическую хавтору, но раб Ягуда разрешал. И вот так халаха у нас как раз выбраны, это хавторы, до первого дня Шиваота. И я уже говорил, что в Рошашану у нас принято читать не как наши Мишни, а как Гемора заключает, что мы в Рошашану читаем два отрывка из книги Брешит в конце главы Ваера. Одна из причин в том, что считается, что именно в Рошашану была решена судьба Сары, что у нее родится, соответственно, Исхак. И похоже, хавтора, что решена судьба хана, и что у нее родится Шмуэль, соответственно. А во второй день Акейда, чтобы заслуги Акейды были у нас в этот святой день. И есть еще объяснение, что сама Акейда произошла как бы в проторо-Шашану, тогда еще не было как таковых праздников, еще не был дан еврейский календарь, но считают, что праотцы уже соблюдали в эти же времена года праздники, которые в будущем будут даны. Поэтому в каком-то смысле вот день Акейда считается как-то связан с будущим Рошашаной или с Йом-Кипуром, по некоторым мнениям. Ну а в Йом-Кипур понятно, что отрывок из главы Ахараймод, как я уже сказал, здесь нету диспута между Мишной и обычным главным в Талмуде. Ну а, соответственно, в Минху читаем отрывок из той же главы Ахараймод уже про запрещенные связи. Основная причина, видимо, потому что это большой грех и связано с большими желаниями у людей, чтобы они раскаялись от этого. И то, что говорится в Тософот, что женщины часто красиво одеваются в Йом-Кипур, да, в белом все, украшения у них могут быть надеты. И, в общем, могут тоже из-за этого мужчины иметь нехорошие мысли, поэтому читается отрывок, соответственно, про запрещенные связи. А автору взяли, одну из самых длинных наших авторов, из Прока Йона, то есть его Прока Йона читаем про раскаяние города Нинве в древней столице Ассирии. Суккот, в первый и второй день мы читаем один и тот же отрывок, и Мишна тоже говорила про этот отрывок, это из главы Эмор. Да, ведь у нас все регалимы описаны в основном в двух местах подробно. В одном месте это в книге Ваекра в главе Эмор, и во втором месте это в книге Дворим в главе Ре. Поэтому сделали обычно, что в начале праздников читают из Эмора, бывает, а в конце праздника читают обычно из Ре. Как я уже сказал, во серый Галим у нас читают из Ре в конце. Последний день Песаха, последний день Шивота и предпоследний день после Суккота, да, то есть Миниоцер, это первый день. Потому что во второй день будет уже Симха Тора, как мы сейчас увидим. Само выражение Симха Тора здесь не упомянуто в Талмуде, но что это день, когда заканчивается чтение Торы, возможно, уже так было во время Талмуда. По крайней мере, Талмуд упоминает, что Суккот в последний день вне земли Израиля, это уже не Суккот, Миниоцер это вообще не Суккот, но сразу после Суккота, да, основной праздник. Так вот, читают отрывок из Зота Браха. На самом деле отсюда не докажешь, что тогда заканчивали чтение Торы тоже в этот день. Почему? Потому что, может, это был как любой отрывок в празднике. В разные праздники, читают разные отрывки, решили, что в конце, после Суккота, хорошо сделать отрывок, где Моше благословляет свой народ перед смертью, все колена еврейские. Потому что, так же, как праздник закончен, и вообще вся серия праздников закончена, это хорошее время благословить. И Шлома тоже в это же время они праздновали, во время инаугурации первого храма в Иерусалиме. И тоже он благословил народ в это время после праздников. Поэтому, казалось бы, и, кстати, поэтому и Хафтору выбрали. Для обоих дней по Талмуду Хафтору читают как раз отсюда, из книги Малахим, из благословений Шлому. Вот, и в первый и второй день Шмине Ацерета. У нас обычай читать Хафтору другую, как я сейчас расскажу еще. Так вот, если только читать то, что написано в Талмуде, то нет никакого доказательства, что уже тогда существовала концепция Симха Торы. И что в этот день заканчивают полностью чтение Торы. Может быть, они в этот день просто читали отрывок благословения народа, потому что это подходящий день, когда читаешь благословение мушей еврейского народа. Но вот у нас, конечно, обычай, что мы считаем, что это не просто отрывок, который читают, а читают уже до конца Торы. И Хафтору читают, соответственно, из начала книги Иошуа. Некоторые решения приводят, что так было в Иерусалимском Талмуде. У нас нет этого в Иерусалимском Талмуде, чтобы из Иерусалимского Талмуде читать Хафтору. Как я сказал, здесь Талмуд говорит, что читает Хафтору из книги Малахим. То есть Хафот на самом деле удивляется, почему у нас Хафтора не такая, как говорит Талмуд. Но, скорее всего, я уже сказал, что когда появился обычай читать всю Тору до конца в этот день, не просто благословлять народ, то, соответственно, больше подходила и Хафтора после смерти Муше про Иерусалимского Талмуд. А вот когда этот день был просто днем благословения, и читали Хафтору не до конца Торы, не про смерть Муше, а только благословение еврейского народа, тогда, соответственно, Иерусалимского Талмуде совсем не подходил. Они не читали, возможно, 34 главу, последнюю Торы, где рассказывали о смерти Муше. Возможно, они только читали про благословение. И Хафтора тогда тоже была про благословение Шлому. И про то, как нас отпустил Шлому потом, да, евреев, когда благословил. Там два подряда идущих отрывков, фактически, оба из книги Малахим. Вот. Но тогда вопрос, когда же они действительно кончали чтение Торы? На самом деле, в другом месте сам наш трактат Мигила упоминает, что были места в Иерусалиме, и вообще в Израиле, были места, где они читали Тору не за год, а за три года, или примерно три года. И эта традиция сохранилась довольно долго еще в Писании. Гаоним это упоминается. Три или три с половиной года у них занимало. Они делили Тору не на 54 главы, как мы, а на гораздо большее количество глав. На больше, чем 100 глав. Вот. И многие стихи они тоже делили. Да, бывало, что то, что нас один стих, у них это могло быть три стиха, как тому допоминают трактатики душин. Вот. Поэтому в земле Израиля вообще были обычаи читать Тору, не торопясь. И тогда не очень шаих, не очень возможно сказать, когда именно они заканчивали. Когда заканчивали, тогда заканчивали. На какую же главу попадет. Вот, могло быть, что в разных синагогах по-разному читали. Вот. Но, что касается вот обычаи читать Тору за один год, возможно, они заканчивали в некоторых местах чтение Торы перед Йом-Кипуром. Или в сам Йом-Кипур. Похоже, предположили делать Равруми Магулиус. Я в другом месте подробно это обсуждал. Так или иначе, у нас вот уже обычаи везде заканчивают чтение Торы в Симха-Тору. И сама концепция Тору упомянута в книге Зухар. Теперь. В субботу Холомоэда выбрали отрывок, когда... В том числе 13 принципов милосердия, да? Отрывок из главы Китиса. Мы пропускаем все про грех, а читаем только вот хорошую часть отрывка, где Всевышний прощает нас. Вот. И интересно, что отрывок одинаковый, что в Холомоэд-Сукот, что в Холомоэд-Песах. А вот Хавторы разные. И то, и другое из Йехескеля, правда, взято. И в Холомоэд-Песах, в Холомоэд-Сукот, читается отрывок из Йехескеля, в одном описывается, да, в Песах, про так называемые высушенные кости, да, сухие кости. Это еврейский народ, так сказать, в изгнании, он иногда подобен, как будто мы мертвые. Но потом мы вдруг возрождаемся, целая армия, да, что снова еврейский народ становится сильным и родился как бы заново. И также другой отрывок из Йехескеля про какую-то войну в конце дней, Гога и Магога, так называемую. Ее выбрали для Сукота. Там вообще все эти отрывки, предыдущие подряды у Йехескеля, на какие-то хавторы попали. Там есть отрывок тоже рядом про то, как в будущем северное государство, Израиль и южное. Да, Израиль это Йосеф фактически, самое главное колено, и южное, то есть Йехуда, воссоединятся. И этот отрывок выбрали главе в Игаш. В общем, все вот эти отрывки про концы дней, это все про конец дней, видимо, отрывки. Они все попали в какие-то хавторы. Ну и также описывается, что читать в Хануку, я уже об этом говорил, в этом нет разницы между Мишиной и Талмудом, и что читать в Пурим. И также особо установили, что если суббота падает на Рошходыш, читать конец Ишаяху. А если падает на следующий день Рошходыш, то есть суббота падает прямо перед Рошходышем, тогда читают из книги Шмуэля историю с Давидом и Йохонатаном, его другом, сыном Шауля. Когда Давид боялся, что Шауль его преследует и попытается убить, то они договорились, сказали, завтра будет Рошходыш, это будет трапеза. В Рошходыш у них принято было устраивать как полупраздничный день. Будет трапеза у царя, когда меня не будет, говорит Давид, посмотрим, как отреагирует царь. Так вот, выбрали это всегда, когда следующий день Рошходыш, как бы напоминать людям, что завтра Рошходыш. Поэтому автора Махар Ходыш, завтра Рошходыш. Они просто назвали Ходыш, Рошходыш назывался просто Ходыш. Завтра Ходыш. И также есть особые приготовления, когда будут плохие дни, 9 ава, начиная с 1 ава уже, до этого. И вот авторы связаны с этими днями. У нас сегодня обычай не совсем такой, как здесь в Талмуде. У нас обычно, что мы 3 специальные авторы грустные читаем перед 9 ава, в 3 грустные недели. А потом 7 авторов утешения. Это все приводится в Медраше. То есть авторы после 9 ава, они не связаны с недельными главами, а связаны с утешением Решка народа. Все они взяты из второй части книги Ишаяху. А насчет самого 9 ава, здесь было несколько разных обычаях, но в результате самые последние обычаи, которые мы говорим в Талмуде, ему мы следуем. Это из главы Вайдханан, как раз глава, которую мы будем читать через неделю после 9 ава. А именно, китолит баним убней баним. Там описывается, как если еврейский народ уже застрянет на земле Израиля и забудет о всех чудесах, которые Всевышний сделал, привыкнет, так сказать, и начнет поклоняться идолам и будет за это наказан. Интересно, что здесь вот описывается, что сам цикл чтения Туры был установлен так, чтобы всегда еще до Роша Шаны закончить все проклятия года. То есть главу Китовой у нас как-то, вот пишут, мы еще одну главу прочитываем, всегда до Роша Шаны. А, соответственно, перед Шевуотом тоже мы прочитываем уже главу Бихокотай, где проклятие в конце книги Вайкра нашей. Ну, тохаха это скорее нужно привести как упрек, упрек еврейского народа, и если не будем слушаться проклятия, это все хотим закончить как минимум за неделю до Шевуота, поэтому Шевуот обычно падает после главы Бамидбар, чтобы хотя бы одна глава была после Бихокотай. Вот. И дальше до конца уже будут трактаты разные интересные идеи насчет того, как правильно Тору показывать и закручивать, и какие именно отрывки читать в обычные дни. Вот. Начинается, например, в самом конце нашей страницы и продолжается на следующий такой диспут Рабби Гуды и Рабби Мира. Читать ли вообще один и тот же отрывок в понедельник, четверг и в предыдущий Шаббат в Минху? Или каждый раз не читать вперед? У нас, как вы знаете, на веках Аллаха, что читаем один и тот же отрывок, то есть получается, обычно первую Алию читают четыре раза. В субботу в Минху, в понедельник, в четверг и потом уже сам Шаббат снова. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. Суббота в Минху.